Сегодня все заливщики льда отмечают профессиональный праздник – День Ледовара. Поздравления принимают и работники ледовых арен, и любители, которые заливают катки во дворах. Секреты гладкого и прочного льда, на который выходят хоккеисты Кировской Родины, у ледоваров узнал Иван Швецов. Дата празднования Дня Ледовара была выбрана не случайно. 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который и изобрел машину для восстановления льда. До изобретения американского ученого лед заливали вручную. Но даже теперь, когда процесс варки льда максимально автоматизирован, он по-прежнему остается очень кропотливым и сложным. Нужно знать много технологических тонкостей, при какой температуре и влажности получается самый прочный лед, и как не допустить шероховатости и трещин на его поверхности. Это в условиях ножи. И качественно вода должна быть. Потому что у нас вода и температура, и температура, и режим воды обязательно согласован должен быть. И время. Перед каждой игрой, перед каждой тренировкой идет заливка льда. Соблюсти технологию заливки без ошибок очень важно. Любая неровность на катке может смазать танец фигуриста или стать причиной пропущенной шайбы, травмы хоккеиста. А качественный лед – залог успешной тренировки и победы в матче. Лед хороший очень. Лучше, чем, конечно, у нас. Ну, кататься приятнее на нем. Но гладкий, ровный и прочный вятский лед все-таки не принес удачи ребятам из Нижнего Новгорода. Сегодня они с разгромным счетом 1-7 проиграли своим сверстникам из Сыктывкара. Что касается работников катка, то праздник еще не повод для праздности. День ледовара они провели за рулем своих ледозаливочных машин. Иван Швецов, Владимир Подлевских, Вести, Киров.